Великая Победа была завоевана очень большой ценой. Одна из самых ярких и вместе с тем трагических страниц Великой Отечественной войны – героическая оборона Ленинграда. Блокада этого необыкновенного города осталась не только в трудах историков и школьных учебниках, она до сих пор живет в памяти ленинградцев, которые узнали о ней от своих родственников, выживших в то тяжелейшее время. И все мы должны быть сопричастны к этим легендарным событиям. Символ мужества и стойкости духа ленинградцев – кусочек хлеба, который ежедневно выдавался жителям осажденного города. И далеко не случайно всероссийская акция, проходящая сейчас в нашем районе, так и называется – «Блокадный хлеб». Если вы увидите волонтеров, которые раздают листовки и 125 граммов черного хлеба, не проходите мимо, примите участие в этой акции, посвященной героизму и самоотверженности блокадников. Мы очень рады принять участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», чтобы показать жителям Славянского района, как нашим бабушкам и дедушкам было трудно в годы Великой Отечественной войны. Мы не вправе забывать о том, как выстоял Ленинград в окружении немецко-фашистских войск. И славянцы, принявшие участие в акции, благодарны за то, что им напомнили о нестареющем подвиге. «Спасибо за напоминание молодым ребятам, что не забывают наших дедушек, бабушек, которые вынесли это довольно-таки суровое испытание, огромнейшее по цифрам, сколько погибло, больше от голода, чем от бомбежи». «Детям рассказывать надо, чтобы все больше знали. Мои дети знают. Это сила воли у них такая. Выжить, выжить. А кто хочет выжить, всегда выживет. Любыми способами, любыми. Не знаю, думали о своих детях, о своих мужьях». В акции «Блокадный хлеб» активно участвуют волонтеры из славянских техникумов и филиала Кубанского государственного университета. Для них большая честь – почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными и отрезанными от большой земли, более двух лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. «Мы напоминаем, что эта блокада длилась 872 дня. Чтобы люди прочувствовали и пережили снова те моменты, вспомнили и помнили о подвиге наших прадедов. И они смогли выжить благодаря их мужеству, стойкости. И вспоминая все эти моменты, просто дрожь по коже». 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в образовательных учреждениях района пройдет всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Учащиеся еще больше узнают о блокаде, чтобы постараться осмыслить нелегкие события тех незабываемых дней. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...